Штаб начали с вопросов, которые больше всего волнуют ульяновцев. В начале заседания Алексей Русских напомнил о продлении коронавирусных ограничений. Речь идет о переводе на удаленку сотрудников из группы риска. Это беременные женщины, пожилые, люди с хроническими заболеваниями, а также те, кто не успел или не хочет вакцинироваться. Последним предписывается каждые две недели проходить тестирование. Указ будет введен в силу с 1 июля. У нас нет цели наказать. У нас есть цель защитить людей и предотвратить дальнейшее распространение болезней. По словам замруководителя администрации губернатора Алексея Преображенского, в Госдуме уже рассматривают возможность внесения в национальный план прививок вакцинацию от ковида. Если депутаты поддержат, я, по моей информации, на ближайших уже должен заседаниях пройти в Государственной Думе рассматривать. В национальный план прививок вносится в вакцина от коронавируса. И вот перечень тех категорий, к тому же в пояснительной записке написано, то есть скорее всего, но опять скорее всего, если депутаты поддержат, для ляда профессий уже вакцинирование становится обязательно. То есть это касается всех работников образования, это касается работников здравоохранения и работников социальной защиты. По рекомендациям Роспотребнадзора необходимый порог вакцинации для разрыва цепочки заболеваемости составляет 60 процентов. Глава региона поручил Александру Смекалину и Марине Алексеевой разработать предложение по компенсации части затрат жителей региона на тестирование. Обсудили нашествие черной мошки на районе Ульяновской области. Насекомые стали для жителей Сурского района бедствием. Зафиксирована гибель скота. По информации Министерства природы распространилась мошкара из-за погоды. Виной тому сильные снегопады зимой и очень теплая весна. А вот жители уже областного центра страдают от каждодневных пробок. Дорожный ремонт на Индинской всё ещё идёт. Люди устали каждое утро опаздывать на работу. Мы работали все выходные. То есть сегодня работа практически организована в круглосуточном режиме. К сожалению, та организация работ, которая осуществлялась без перекрытия полностью в ночное время, дала вот эти вот сбои. Поэтому спасибо большое, что вы дали поручение Андрею Сергеевичу. Мы буквально с пятницы я постановление такое подписал. Сегодня мы с 10 часов вечера до 6 утра перекрываем полностью движение. Управление ГИБДД выделит патрули для регулирования ситуации на перекрытом участке дороги. А полностью ремонт обещают завершить к 10 июля. Также на этой неделе в Санкт-Петербурге пройдёт экономический форум. Ульяновскую делегацию возглавит исполняющий обязанности председателя правительства Александр Смекалин. У нас планируется очень серьёзные переговоры и подписание соглашения с корпорацией Роснано в части развития альтернативной энергетики. Напоминаю, что здесь Ульяновская область является одним из лидеров законодателей МОД. И в части подписания данного соглашения, возможно, наш регион станет первым российским регионом, который возьмёт на себя обязательства и приступит к реализации комплексной программы по развитию альтернативной энергетики. На форуме планируется подписание пяти соглашений о сотрудничестве. Пройдут переговоры с иностранными бизнес-компаниями, которые планируют реализовать инвестпроекты в регионе.